Итак, друзья, забыл же я вам рассказать одну историю, зачем я приехал, собственно, сегодня сюда, в Opel Salon Autodino Ну, проблема в том, что у нас появилась еще одна машина, это машина Opel Signum, вот такой вот 2005, конечно же, дизель, решились мы все-таки на дизель, пока эта машинка не моя Эта машина, можно сказать, моих родителей, и сейчас я приехал ее обслужить, то есть поменять масло Взяли Total, поменять антифриз, фильтр, топливный фильтр, масляный фильтр, воздушный фильтр и термостат И фильтр салона, термостат, потому что машина не прогревается как нужно Ну, есть машина, понятное дело, каждую машину нужно обслужить Поэтому как-то так, сейчас обслужим машинку, узнаем, все ли с ней хорошо И будем думать, что делать с ней дальше Почему думать, потому что мы не знаем, поедет Renault на Украину или поедет этот Opel, мы еще не определились Но я не отец, поскольку и та, и та машина нам очень нравится Ну, какой-то такой поворот событий, ну да, ладно, сейчас мы пойдем в сервис Я отдал, все согласовал, цены меня устраивают, причем, ну, цены довольно-таки хорошие Вот, поехал Да, и сразу поехал на ремонт, опа, есть, все Цены меня устроили Сначала сделают диагностику, сказали, ну, правильно, сначала диагностику всей машины А потом все остальное будут смотреть и сказали, что наберут Ну, а мы пока новые автомобили посмотрим Это у нас Opel Pro Как-то не скажу, что слишком удобненько Ну, интересная машинка такая себе Вот, ну, это они с пробегом здесь стоят Почему-то здесь 30 тысяч пробега на Insignia 20, ну, интересные такие Не, не хочу И Insignia Вот Insignia классная Понятно, Insignia это предложение Insignia Вот Insignia супер Сюда садишься и вообще машинка классная Вот Ну, тут автомат, раздельный климат-контроль, подогрев сидений Вот так вот, ну, выглядит Ай, не видно, понятно Нет, проекция на стекло есть Давайте посмотрим, сколько Insignia стоит Insignia стоит 23100 Ну, красивая Итак, мы уже дома разобрались с нашей уже второй машинкой Провели ей маленький такой техобслуживание Поменяли все масла, фитра, все, что надо И кроме того, у нас еще есть маленькие изменения дома Вот мне вернули монитор Ну, правда, монитор мне вернули другой Если помните, я отдавал белый Он там был с колонками Асус Но товарищ сказал, типа, я вот себе хотел купить монитор Но он без колонок Я его купил, он без колонок, новый Ну, хочешь, типа, я тебе его отдам и заберу твой с колонками У него просто PlayStation Как бы он подключает ее к монитору Там по HDMI и звук Я говорю, ну, привози, посмотрю, что за монитор Если понравится, заберу Привез он, монитор мне понравился, конечно Показывает он хорошо Samsung С 17-го года Там Full HD PLS матрица типа IPS Ну, такое Но был один нюанс Нету стандартной подножки у него Вот этой подножки ее нет Ну, и заказал я вот такую вот штучку Универсальные крепления для стола Для рабочего стола Как бы Сейчас буду его ставить Так, какие еще у нас изменения В принципе, пока все Машина, монитор А, кресло мне вернули Я тоже сейчас на нем сижу, катаюсь И так, достал я все это крепление Довольно оно такое увесистое, массивное Я не ожидал такого хорошего качества от металла Посмотрите, какой он толстый Толстый металл здесь Вот сама ножка Вот, блин, она увесистая И крепление самого монитора Сначала подумал, как же его все прикручивать Потому что инструмент весь в машине Идти не хочется Ну, и здесь в комплекте все есть Никуда идти не надо Здесь вот подверточка такая даже есть Отлично Ну, и, конечно же, инструкция Ну, инструкцию мы почитаем потом Если у нас что-то не получится Мы же инженеры Зачем нам инструкции? Вот такой вот у нас результат получился Я про такую штуку давно очень мечтал Хотел ее себе И вот, как видите, мечты сбываются Пока так Потом переедем Надеюсь, найдется для него место получше А конструкция очень надежная Сама труба здесь зажимается Чтобы она не проворачивалась И вот так все выглядит сзади Ну, поскольку места мало То я его просто в угол загнал Вот, как-то так Стоит это удовольствие 21,84 Мы выбрались Запирать мой вид на жительство Потому что он уже готов Сейчас едем туда, где мы подавали документы И на пути встретили уже Маленьких оленят На чужих огородиках Которые кушали капусту И еще и много Целая группа Там по четыре особи Так интересно Мы еще не видели здесь оленей Ну, вот так, чтобы Очень близко Да, и маленьких тем более Так что очень классно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, человек? Я получила вид на жительство На два года Все, теперь полноправный Житель Литовской Республики У меня и так была виза на один год Ну, теперь будет ВНЖ Теперь будет ВНЖ В общем, мы получили документы Было все это очень быстро Буквально 15 минут Если бы мы не затупили И взяли с собой одну бумажку Про которую я забыл Там бланк просто заполнился Да, было бы быстрее Ну, как есть Все, мы получили Идем немножко прогуляемся По городу и домой Маленький парк Сразу за автовокзалом Ну, и, наверное, это Центр города считается Но этот парк я помню Я здесь уже, кстати, в Четвертый раз Да Четвертый раз Пару раз на авторинке я ездил И пару раз Вот Миграционный департамент И, кстати, всегда, когда я здесь был Здесь была вот такая погода То есть так Уже прохладно Даже тогда, когда мы подавались Ну, так было тепло Но не очень сильно Ну, тогда как раз была неделя По холоданию Да, да, да О, ручеечек Это, наверное, маленькая река Не, ну, красиво так Все убрано, чисто Нигде нет мусора Это то, что меня удивляет Больше всего Чистота и порядок И самое красивое Человек, который получил Нальше Ну, да Написано, что Вайфай-зона, кстати Ага Самое главное В парке Вайфай-зона Вот Нет, чтобы подышать Воздухом Без телефонов Гаджетов Ну, так Как-то так Чисто, красивенько Вода даже чистая Видно дно Не знаю Видно на камеру или нет Но нам видно Все Пачка чипсова Расплевать Красивая Что? Серазвать Ты думаешь, мы тебе что-то дадим? Нету ничего? Нету? Надо чипсы открыть Открыть Та не уходи, на Ди бери Ди бери А ну там же положили для тебя Ты серьезно? А что она клянула? Типа Юзер, знаешь Типичный юзер Куда ты сделал приложение И не знаешь С какой стороны До него подойти На Заезжали мы В местный торговый центр Купили попить И сейчас Едем домой Ой На новой машине Помимо Этой хорошей новости О том, что Я получила Видно жительство Есть Еще одна Общая Тоже хорошая Новость Событие Которое Случилось Вчера Оно маленькое Но Достаточно Приятное У нас На канале Уже 100 подписчиков И в принципе Изначально Мы не ставили За цель Там набирать Каких-то подписчиков Чтобы их было больше Но Нам приятно Что на канал Приходят Хорошие люди Которые Чаще всего Оставляют Хорошие комментарии Отзывы Советы И Это невероятно Приятно Даже читать Просто прийти Вечерком Так расслабиться Поотвечать И Очень приятно Что есть люди Которые Уважают Нас Когда приходят На канал И В принципе Тоже радуют Нас Спасибо большое Что вы есть И спасибо вам За то Что смотрите Нас Поддерживаете И Даете Нам советы Потому что Да Мы часто Там Путаемся В литовском Но мы делаем Мы стараемся Учить И Я надеюсь Очень скоро Мы Заговорим Нормально Уже По-литовски А не так Как сейчас Так что Оставайтесь Со нами Помимо водички Взяли Еще Вот такие Интересные Чипсы Они Тоже Веганские С Хумусом И Томатом И базиликом Я не ожидала Что они будут Такими вкусными Обычно Чипсы Там Рисовые Или Вот Из Какой-то Такой Альтернативной Муки Которые Мы брали До этого Мне не сильно Нравились Но эти Прям Классные Ну Правда Немного Дороговатые Но Вообще Очень Классные Мы Вернулись Домой Уже Пообедали И Сейчас Продолжаем Поиски Жилья Уже Второй Месяц Мы где-то Ищем Постоянно Мониторим Какие есть Варианты Как-то Очень трудно Это все Дается Потому что Мало Кто хочет Декларировать Место Проживания И Как-то Да Туговатенько Ну Надеемся Что в Скором Времени Все Это Решится И Будет Какой-то Результат Этих Длинных И Мучительных Поисков Продолжение следует... Продолжение следует...